Новости. В студии с новостями Юлия Окунева. Здравствуйте. Детский омбудсмен Карелии выступил против оптимизации в детских садах. Геннадий Сараев написал обращение к главе Карелии с просьбой повлиять на решение Ирины Мирошник по оптимизации в детских садах Петрозаводска. Напомню, Геннадий Сараев неоднократно высказывал свою позицию о том, что принятие решения о сокращении численности воспитателей нарушит право детей на получение качественного дошкольного образования и комфортную среду и безопасность. В столице Карелии волонтеры спасли жизнь раненому ястребу. Трехгодовалый ястреб был подобран неравнодушными людьми на обочине дороги на пряжи и доставлен волонтером. Предположительно, птица столкнулась с машиной. Под угрозу было поставлено не только хождение птицы на двух ногах, но и жизнь. На помощь пришли петрозаводские ветеринары. На волю ястреб вряд ли вернется, вероятно, птицу отправят в один из зоокомплексов. Определился соперник сборной России в одной восьмой финала чемпионата мира. На первой стадии плей-офф домашнего чемпионата мира сборная России сыграет с командой Испании. Матч сборных России и Испании пройдет 1 июля на стадионе Лужники в Москве. Начнется в 17.00 по московскому времени. Сборная Уругвая же, которой мы вчера уступили, сыграет с Португалией. Эти и другие новости читайте на сайте ПТЗ Говорит. В студии была Юлия Окнева. Услышимся в 19.00. А где пройти нам техосмотр? Конечно же, у танка. Стоп! Мы меняем правила. Сначала пройди, а потом оплати. А не прошел, не плати. Даже если у вас что-то неисправно, переживать и бояться не надо. Сначала бесплатно пройдите техосмотр, а потом спокойно платите. Так может только АДО Авто. Звоните 77-21-35.